Весной и осенью донорский пункт службы крови принимает всех желающих студентов, среди них большинство. Политех когда-то и стал инициатором таких акций. В последней приняли участие почти 2000 человек, причем не только студенты. В условиях специальной военной операции, конечно, тоже кровь сегодня особо востребованная. И мы считаем, что и такой вклад в поддержку наших бойцов, он важен. А еще важно знать, чтобы начинающие доноры, а стать таковыми можно в 18, знали детали донорства. К примеру, что за 72 часа нельзя принимать лекарства, разжижающие кровь, за 48 часов нельзя пить алкоголь, да и ужин накануне должен быть легким. А вот завтракать перед процедурой не только можно, но и нужно. На самом деле обязательно нужно покушать, иначе бывают очень хорошие случаи в виде того, как студенты кладут в обморок. Сегодняшние повара, несмотря на юный возраст, доноры со стажем. На столе только те продукты, которые разрешено употреблять перед сдачей крови. Я готовлю, буду подготавливать напиток, смузи, тоже такой легкий, донорский, скажем так, без всего лишнего, без молочных продуктов, без ярких каких-то цитрусов и так далее. Ребята разделились. Алина взялась за перловку с овощами, готовила на сковороде без масла. Кристина за пудинг из овсянки с фруктами, а Егор доделывал смузи из яблок и овсянки. Можно любые крупы. Важно соблюдать технологию приготовления. То есть нужно их отваривать, либо вот паровом, либо просто на воде, либо готовить на пару. К крупам можно добавить овощи. То есть, опять же, исключив масло в большом количестве, можно добавить немного фруктов. Полная инструкция о том, что можно употреблять в пищу донором, есть на сайте Центра крови. Ну а сегодня завтрак из трех блюд был готов буквально за полчаса. Пробовали приглашенные гости. Пробую, да? Очень вкусно. Кстати, такой здоровый завтрак можно есть в любой день, и не только донорам. А студенты надеются, что хотя бы немного проинформировали, как питаться накануне похода в Центр крови. Ведь если сдающий не соблюдал рекомендации, поел копчености, рыбу, яйца или финики, и при этом не сказал врачам, его кровь впоследствии просто утилизируют, и непростая процедура окажется бесполезной. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.